Белый медведь – символ Арктики и самый крупный наземный хищник. Обитает среди бескрайних льдов в приполярных областях северного полушария. Это территории России, Гренландии, США и Канады. Эти животные приспособлены к суровым погодным условиям. Толстый мех и жир толщиной в 4 сантиметра защищают их зимой от переохлаждения не только на земле, но и в воде. Белые медведи – великолепные охотники. У них хорошо развит и слух, обоняние и зрение. Они могут учуять жертву на расстоянии более 1 километра. В основном их добыча – тюлени, кольчатая нерпа и морской заяц. Но мишки могут напасть и на более крупных животных, например, моржей или белух. Белый мех помогает медведям маскироваться среди снега. В теплое время года шерсть желтеет из-за солнечных лучей. Но на самом деле волоски мяха у этих животных прозрачные, так как у них нет никакого пигмента. Впадают в спячку в основном беременные самки. Остальные зимуют в берлоге не каждый год. В анабиозе находятся от 50 до 80 дней. На воле белые медведи живут поодиночке. В среднем 20-30 лет. Это очень любопытные животные. Они исследуют любой новый предмет. А еще частенько наведываются на полярные станции. При этом ведут себя не агрессивно. Если люди их не прикармливают, они уходят. Белые медведи занесены в Международную Красную книгу. Так вид, который может исчезнуть. Предполагается, что к 2050 году их численность сократится на 30%. А сегодня их насчитывается всего лишь около 30 тысяч особей. Причин тому несколько. Первая из них – браконьерство. У медведя очень дорогая шкура. Поэтому на них продолжают охотиться, игнорируя запрет. Второй фактор – глобальное потепление. Естественное место обитания мишек – это ледники, которые сейчас таят. Третий фактор – загрязнение окружающей среды. Как и на других животных, на медведей оказывают серьезное влияние токсические вещества, попавшие в водоемы.